Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня у нас на распаковочке новая игровая надежда за 200 баксов. Смартфон, который сочетает в себе 144 герцовый экран, да, это у нас получается самый дешевый смартфон с таким крутым экраном. Ну разумеется технология тут IPS, но все равно кому-то наоборот больше нравится именно IPS, да и на глаза они давят конечно же намного меньше, так что это тоже плюс. Также у нас тут 128 гигабайт накопителя, 8 гигабайт или 6 гигабайт оперативной памяти в зависимости от версии вами выбранной. Ну и тут у нас еще ребятушки 778 G-Dragon, который в продолжительных игровых сессиях обходит 860-й дракон из Poco X3 Pro, так что за 200 баксов мы получаем реально очень крутой и мега заряженный смартфон. Да, ребят, в это сложно поверить, но такой заряженный аппарат сейчас на Алишке продается около 200 баксов. Да нет, вот я уже видел лоты по 200 баксов ровно, а и это без купонов и без распродаж Али. А распродажи на Али, ну, постоянно происходят, буквально 3-4 месяц и Алишка подкидывает еще купончики на 10-15 долларов, так что вот этот аппарат можно выхватить менее 200 баксов. И за эти деньги это прям вообще какая-то космическая пушка. Что ж, ребят, посылка ко мне в Краснодарский край шла около 2,5 недель, разумеется. Все необходимые ссылочки с лучшими ценами на Realme Q3S будут в описании под этим роликом. Ну, а мы приступаем к вскрытию. Погнали! Итак, первое, на что я хочу обратить ваше внимание, то что продавец нас отправляет вот в таком вот воздушном мешке посылки. Еще дополнительно все проскочевал, чтобы если вдруг какая-то влага попала, по всей видимости, она сюда не залилась и не повредила нашего героя. Ну, или просто чтобы у меня было лишние 5 минут для извлечения смартфона. Так, ну и первым делом нас встречает такой вот переходничок под наши розетки и, собственно, коробка с самим устройством. Насколько я помню, там у нас предлагаются несколько вариантов в магазине, в котором я покупал. Это можно в пленочках взять, можно, чтобы продавец поставил Google сервисы, можно, чтобы там что-то перепрошил. В общем, какие-то такие дополнительные услуги за пару баксов он предоставляет. Так, что если вы боитесь, что не сможете поставить Google сервисы, хотя они ставятся АПКшкой, реально АПКшку скинули в корень памяти и установили. Больше никаких проблем нет. Это реально, тут не надо не разблокировать загрузчик. В общем, тут все максимально просто, но если боитесь, то переплатите пару баксов и получите уже с Google сервисами прямиком на борту. Ну, а русский будет 100% прямиком из коробки. Так, в целом, коробочка довольно классическая для смартфонов от компании Realme. Задимно списано 6 дебайтов оперативной памяти и 128 накопитель. Ну, а все остальное, конечно же, на китайском. Так что, ну, не особо интересно. Ну, блин, сам девайс, это, по сути, такая вот игровая машинка, как Asus ROG Phone, ZT, Nubia, Red Magic 6, 6S Pro, но только реально за 200 баксов. Ну, разумеется, он, конечно же, будет в плане производительности немного сливать. Это логично, все-таки там топовые чипы, тут у нас субфлагманский чип, но все равно 144 Гц есть далеко не во всех смартфонах, даже игровых. А тут еще и смартфон за 200 баксов. Такого уж точно нигде нет. Так, первым делом нас встречает сам смартфончик, в нашем случае в темно-синем исполнении. Ну, и давайте-ка пробежимся быстренько по комплектации. Это, разумеется, вот такая вот проставочка. Далее у нас идет USB кабель, такой толстенный USB-C на обычный USB. Скрепка для извлечения сим-лотка. И вот такой вот здоровенный блок зарядного устройства, потому что наш сегодняшний герой за 200 баксов еще и поддерживает довольно быструю 30-ваттную зарядку. Сам, собственно, аккумулятор у нас на 5000 мАч. То есть, плюс-минус, нас вообще нигде ничем не обделили. Это действительно очень неплохой вариант за свои деньги. Пока что на бумаге все очень и очень круто. Разумеется, сейчас мы его запустим, проверим, посмотрим, что да как, но мне пока что все очень нравится. Так, и, конечно же, ребят, чуть не пропустил. Все, там больше ничего нет. Набор фирменной маклатурки очень и очень интересный. И вот такой вот чехол. Вы посмотрите, что они сделали, эти жуки. Они закрыли вот здесь камеру, чтобы глазок вот этот лишний, ну, то, что не используется самими модулями камеры, у нас не царапалось. То есть, у нас получается еще и вполне себе цивильненький такой вот чехольчик. Есть защита экрана, то есть, тут небольшие выступы имеются. Если положили на стол, то экран не должен царапаться. Ладно, вот у нас так выглядит вся комплектация данного девайса. Есть все, что нужно. Я еще, надеюсь, у нас тут есть и пленочка на дисплее смартфона, чтобы прям вообще полный шоколад был. И да, действительно, пленочка у нас тут имеется. Ладно, давайте-ка я доберу все эти нину. Ну, ух ты, блин, елки-палки, он еще и красивый, потому что, ну, честно говоря, на снимках продавцов, на рендерах он не выглядел таким вот переливающимся. Казалось, что он такой матовый синий, прям строгий аппаратец. Есть еще в бело-розовом исполнении, но уж точно не вот такой лучезарный. В целом смотрится неплохо за свои деньги. Опять же, все ок. И, как я сказал, убираем транспортировочные пленки и продолжаем. На лицевой стороне Realme Q3s находится, конечно же, дырень для глазка, фронтальная камера. Без этого у нас, к сожалению, сейчас никуда вообще. Далее у нас идет разговорный динамик и датчики. Ну и, собственно, царский дисплей с диагоналем в 6,6 дюйма и с частотой в 144 Гц. Справа у нас находится кнопка включения, встроенным прямиком в нее сканером отпечатков пальцев. На левом же торце у нас находятся две клавиши регулировки громкости и, кстати, слот нормального здорового человека. Ребят, это просто чудо какое, это не смартфон. Тут у нас можно поставить две полноценные наносим-карты и карточку памяти. Ну, блин, пока что все идеально. Сверху у нас находится только дополнительный микрофон для шумоподавления. На нижнем же торце у нас находится прорезь динамика громкоговорителя, USB-C разъем, микрофон и разъем 3,5 мм для подключения наушников. Ну и на тыльной стороне нашего героя находится вот такой вот мотированный здоровенный глазок основной камеры, в недрах которого, на свою очередь, располагаются три датчика. Далее идет вспышка, надпись 48 мегапикселей. Ну и за его пределами логотип компании Realme. Ну и, как я уже сказал, задняя крышка у нас всяческим образом переливается на солнце, но она при этом умудряется быть еще и мотированной. И в целом, хотя нет, она прекраснейшим образом будет собирать все ваши отпечатки пальцев, но не так алченок, если бы она была полностью глянцевой. Да, спорить не буду, но в плане дизайна, конечно, наш герой не кричит о том, что это какое-то супер-мега-крутое игровое решение. Дизайн тут вполне скромный. Как я уже сказал, есть и некоторые градиентные переливы, которые скрашивают нам всю скукоту. Но в целом смартфончик реально смотрится очень и очень приятно. Вот эта вот матовая вставочка на глазке, это прям что-то новое, обычно они делают ее блестящей, там либо черной, тут же прям как шлифованный металл, очень такой мелкой наждачкой, блин, смотрится, ну прикольно, реально, согласитесь, ребята, в целом смартфончик, как за свои деньги, он выглядит вполне себе достойно. Так, давайте-ка сравним его с конкурентами. Что у нас тут есть за 200 баксов? Да, блин, в целом-то, наверное, ничего такого суперинтересного, хотя вот если чуть-чуть прибавить, то можно купить его главного конкурента-оппонента. Это у нас Poco X3 Pro. Тут у нас девайс идет со 120-герцовым экраном, поскромнее все, 860-й Snapdragon, который в целом в синтетике в первых 5-10 минутах у нас будет обходить Realme Q3s, но 772-й G-Dragon уже показал себя как вполне холодное решение, плюс реалмишки умеют в охлаждении. Я очень надеюсь, что наш герой не подкачает и не упадет в грязь лицом перед тем же Poco X3 Pro. Но в целом, как я уже сказал, после 15 минут игры они сравниваются по производительности. Ну, в начале игры Poco опережает примерно на 5-6% нашего сегодняшнего героя, потом они сравниваются, а уже через полчаса игры 778-й G-Dragon практически везде тотально обгоняет 860-й примерно так же на 3-4%. Ну, не спорю, разрыв небольшой, но чем дальше играешь, тем этот разрыв увеличивается, потому что 860-й, к сожалению, подвержен троттингу посильнее, чем 778-й, но ребята из Xiaomi все-таки неплохо так оптимизировали данный чип. Изначально все было гораздо хуже. Были просадки до 40% от общей производительности. Сейчас же уже, благо, такого нет. Ну и в целом, в плане дизайна, обязательно пишите, какой вам смартфончик нравится больше. Так, далее по списку у нас еще более крутяцкий аппарат. Правда, стоит он на 30-50 баксов дороже, тоже в зависимости от магазина на Алиэкспресс. Это Realme Q3 Pro, это Q3s, а это Q3 Pro. Тут у нас используется уже 1100 Dimensity, и вот он примерно процентов на 15, уже покруче, чем наш сегодняшний герой, но тут экранчик на 120 Гц, правда, AMOLED-матрица. Тут EPS-ка на 144. В целом, ну, для игр, конечно, если он сможет выжить, то 144. На низких, кстати, да, мне кажется, на низких он во многих играх может дать нам 140 вообще стабильно, так что это новый такой игровой опыт за 200 баксов однозначно. Но так, в целом, вот это вот неплохая такая альтернативка. Следующий герой, это брат-близнец по железу, это Realme GT Master Edition, тоже 778 G-DRAKON, но смартфончик, конечно, пожестче в плане стоимости, он, конечно, уже, наверное, примерно на 100 баксов дороже, может, чуть-чуть дешевле, тоже все в зависимости от продавца на Алиэкспресс. Разумеется, все ссылочки сами дешевыми ценами на все аппараты из ролика вы найдете в описании под этим видео. Там же постараюсь прикрепить какие-нибудь действующие неплохие купончики и промики. Так, ну и пишите, какой дизайн вам нравится больше, вот этот чемодан или, блин, даже не знаю, как этого товарища обозвать, пока что еще не придумал. И еще один девайс, так сказать, венец Realme на данный момент из доступных, это у нас Realme GT Neo 2. Он у нас сейчас на Алике где-то от 320-310 баксов, тоже уже цена опустилась, вполне себе очень-очень вкусное предложение. Ну, а, кстати, они вот должны быть прям очень похожи по массогабаритам, потому что у обоих экраны на 6,6 дюйма, если мне изменяет память. Да, они примерно как одинаковое устройство, но в зеленом цвете Realme GT Neo 2 это вообще просто салатное безумие. Смартфончик смотрится очень-очень круто, прям, ну, видно, что девайс игровой такой, необычный. Наш герой, повторюсь, более спокойный товарищ. Ну, а что сказать, пишите тоже, какой вам смартфончик нравится в плане дизайна больше, разумеется, далее мы будем сравнить их уже в техническом плане и в плане производительности. Да, чем мы сейчас и займемся, давайте-ка знакомимся с интерфейсом нашего сегодняшнего героя, для этого его, разумеется, нужно запустить. Как я уже сказал, продавец вроде как его, ну, поставил на него Google сервисы. Так, все, ребятушки, прохожу все необходимые быстрые настройки и мы продолжаем. Та-дам, ребятушки, собственно, мы запустились и нас, по всей видимости, встречает старая, добрая, классическая Realme UI 2.0. Что касается обновления, то сейчас при подключении к Wi-Fi сетям сразу же прилетела заплаточка на 200 мегабайт. Пока я кидал сюда всевозможный софт для тестов, она, разумеется, установилась и сейчас мы уже пользуемся девайсом на последней версии прошивки. То есть, с обновлением по воздуху проблем нет. На любом Realme, даже китайском, все прилетает. Еще один пункт, это смотрите, вы видите где-нибудь здесь китайские приложения? Я лично пока что не вижу, по всей видимости, продавец не только поставил Google Play. Кстати, вопрос по том, как он ставится, вот диспетчер файлов. Вот он, просто АПКшка, банальная АПКшка. На FPD качаете, в любом другом нормальном источнике качаете и никаких проблем. Закидываем, нажимаем, устанавливаем и все Google сервисы докачиваются просто, практически автоматически. Там галочки выставляем и все. 5 секунд делов. Переживать по поводу отсутствия Google сервисов тут вообще не нужно. Ну и как я говорил, ни о кого китайского софта нет. Возможно, продавец его сам лично удалил. Но это тоже буквально пару секунд. Ну вы помните, я брал сколько уже китайских Realme Q3, Q3, Pro, GT, GT2, Neo. И там, ну, 5, 6, 7, 8 программ, которые просто удаляются за два клика и больше не донимают. Ну и повторюсь, все у нас тут локализовано отлично. Вот настройки, никаких кракозябр, никаких пунктов, китайских иероглифов, ничего не вылазит. Обновления приходят. Давайте информация о телефоне. Realme Q3s. Опять же, нет никаких китайских иероглифов. 11-ый Android, можно сказать, свежачок, Realme UI 2.0. Кстати, я не договорил, на вот эти вот именно китайские аппараты Realme UI 3.0 прилетит в первых рядах. Кстати, Q3s числится тоже в первой волне, так что уже очень скоро, месяц-два, и сюда прилетит новая Realme UI 3.0. Фу, опять же, заговорился. А вот на глобалочке, наверное, мне кажется, потихонечку ближе к лету будем обновляться уже на третью версию прошивки. Говорится, спасибо за бета-тест китайским версиям. Ну, ладно, в принципе, это не так критично. Есть расширение оперативной памяти до 5 ГБ. Вот так, бах, и все. Теперь у нас уже будет не 6 ГБ оперативки, а целых 11. Но, разумеется, вот эти вот добавочные, они немножко медленнее, чем вот эта вот основная. Так что, если вам по каким-то причинам не хватает 6 ГБ оперативной памяти, даже я не знаю, по каким причинам может не хватать. Ну, если вы любите тысячу вкладок в хроме держать или еще что-нибудь типа такого. Ну, а так, для большинства игр и современных, так сказать, задач, даже 6 ГБ, это вот такая вот комфортная база. Вот, комфортная база. Ну, можете взять и 8 ГБ версию. Для всего остального, повторюсь, есть добавочная, которая, ну, как раз-таки для этого она и существует. Ну, как говорится, хозяин-барин. И 128 нас накопитель, из которых пользователю доступно не 105, как здесь написано, а я уже понакидал сюда немного софта. Так что, изначально из коробки было доступно около 112-113 ГБ, что тоже вполне себе неплохо, учитывая то, что у нас тут еще и отдельный слот для карточек памяти. Все, вообще просто супер. Аппарат мечты. Что еще хочу отметить, тут у нас, как заявлено производителем, матрица на 144 Гц. И захожу в батарейку. Так, вот он, экран у нас. Давайте-ка посмотрим, яркие цвета оставим. Это стандартные настройки. И частота, опять же, сейчас стоит стандартная 60. И бах, 144 Гц. Из-за чего, собственно, и покупался данный аппарат. Хотя, в принципе, не только из-за этого, так по всем остальным техническим характеристикам он вполне себе неплох. Вот, все, летает. Плавность улучшилась просто в разы. Ну, кардинально прям все молниеносно выскакивает. Ну, может, кого-то это бесит. Но обладатели высокогерцовых мониторов, думаю, меня полностью поймут и оценят то, что сейчас это прям must-have. И 144 Гц, ну, 120 это тоже круто, но 144 еще круче, сами понимаете. Но, правда, разница между 120 и 144 уже, конечно, так в глаза не бросается, как между теми же 120 и 60. Там 60, там буквально пропасть. Тут же, ну, небольшой такой апгрейд приятный в любом случае. Не помню, насколько здесь у нас установлен тач. Вроде как на 380 Гц. Ладно, в общем, не будем гадать. Вот тут, если я нарою информацию по тачу, вот тут будет герцовочка непосредственно тача. Не экрана, а тача. Экран тут у нас на 144 Гц, ребятушки. И, в целом, это вполне себе адекватная, неплохая IPS-панелька с хорошими вполне себе углами обзора, опять же, для IPS. Ну, он мне напоминает экранчик, тот, что ставится в Realme 8i. В Realme 9i там уже 90 Гц. Ну, в общем, они играют с этой матрицей IPS-кой Full HD на 6,6 дюйма. И гоняют там, возможно, как-то разгоняют по частотам ее, по отклику и так далее. Но тут, повторюсь, 144 Гц, 6,6 дюйма, Full HD+. А в Realme 8i у нас 120 Гц, тоже Full HD+, 6,6 дюйма IPS. Так, ребятушки, ладно. В общем, мы уже обновились. Катаемся, так сказать, на последней версии прошивки. Никакого китайского софта нет. Работает все просто молниеносно. Воспринял аппарат я пока что очень и очень положительно, потому что, ну, за эти деньги это прям вообще какая-то конфета, просто подарок. В общем, давайте-ка я сейчас сюда поставлю Антуту, и мы посмотрим, на что же он действительно способен. Итак, дорогие друзья, по результатам пяти прогонов в тесте Антуту, наш сегодняшний герой набирает 557 380 очков. Это у нас девятая версия Антуту. И в целом результаты скакали от 542 была по минимуму до 561 тысячи, что в целом для 778-го G-дракона вполне себе очень-таки неплохие и бодрые показатели. Я бы даже сказал, одни из лучших. Например, чтобы не быть голословным, возьмем-ка Realme GT Master Edition, который, повторюсь, стоит подороже, и он набирает плюс-минус также. Это 540-560 тысяч очков. Давайте-ка сравним по результатам, что у нас тут сейчас в целом. Ну, плюс-минус все на уровне погрешности. Не могу выделить конкретного лидера. Чуть-чуть по графике наш сегодняшний герой, чуть по памяти получается Master Edition, по UX наш герой, по процессорной части, кстати, тоже наш герой. Но, ребят, это тест Antutu, это не 100% показатель, и результаты все равно скачут. Опять же, как я сказал, от 540 тысяч очков на каждом из устройств до 560 тысяч очков. Так, давайте-ка посравним с тем, что плюс-минус в данном ценовом диапазоне 200 баксов, это, наверное, Poco M4 Pro 5G. У нас идет на Dimensity 810, и вот такие вот результаты. И тут у нас поскромнее, конечно, экранчик идет на 90 Гц вместо 144 Гц. Ну, и по результатам тестов тоже отрыв довольно существенный, как по процессорной части, по графике вообще двухкратный отрыв. Хотя, при всем при этом, Poco M4 Pro в играх показал себя адекватно. Тут же буст просто в два раза. По памяти в целом отрыв, ну, не такой существенный уже, можно сказать, небольшой. И по UX-у, конечно, перевес в сторону нашего сегодняшнего героя. Так что в играх прям все очень-очень пока что перспективно радужно. Ну, если опираться на результаты синтетики. Так, еще один девайс примерно за 200 баксов, это Realme 8. Тут у нас вообще классическая классика 60 Гц. Матрица, кстати, используется тут уже AMOLED, а не EPS. Но, повторюсь, это два враждующих постоянно между собой лагеря. Кому-то больше нравятся AMOLED, кому-то EPS-ки. Что из них лучше, до конца так и не выяснено. В общем, это дело вкуса. Так, ну и тут у нас используется Helio G95. Сюда уже можно отнести Helio G96. Он тоже набирает в районе 360, ну, до 370 тысяч очков. Это было просто по максимуму. Ну, а так от 330 до 370, повторюсь. Ну, и давайте-ка смотреть, что у нас по процессорной части. Наш герой прям сильно его рвет по графике сильно. По памяти уже, ну, не так сильно, но тоже все равно отрыв. И, ну, в общем, по всем фронтам. Так, ладно, давайте-ка что-нибудь посильнее возьмем. Это у нас Poco X3 Pro. Основной, так сказать, оппонент. Он, конечно, стоит Poco у нас чуточку подороже. И тут у нас становится 860 Snapdragon. Тут же, напомню, 778G. Ну, и результаты, опять же, у Poco скачут от 540 вообще на изи. До 580 тысяч. Больше я не набирал. И, в целом, Poco у нас отрывается от Realme Q3s на 778 примерно на 5%. То есть, перевес в сторону Poco 5%. Но, как я уже говорил, через 15 минут они примерно сравниваются. А через еще 15 минут, то есть, через полчаса игр, тот же Poco X3 Pro уже отстает от 778 от же дракона. Я сравнивал на Realme GT Master Edition. Тут же ситуация будет, я думаю, полностью аналогичная. Потому что троттлинг, судя по тестам, разбег был в целом небольшой. И выйдет то, что Realme Q3s должен опередить в играх примерно на 5% уже через полчаса этих самых игр. Ну, если же вы играете примерно 5-10 минут за раз, то Poco X3 Pro, конечно, будет более лучшим вариантом. Хотя, опять же, кто во что играет, и, возможно, вам будет нужна более высокая герцовочка. Ну, а если вы играете от полчаса до часу за раз, то, конечно, 778 G Dragon будет более стабильным решением. Ну, и давайте-ка еще один аппаратец. Это, конечно, уже девайс на сотню баксов дороже. Это другая весовая категория, но, в целом, за свои денежки тоже очень и очень вкусный девайс. У нас тут используется 870 Dragon. Тут, напомню, 778 G. И разница, наверное, процентов 25. Получается, что, конечно, не супер-катастрофа, но все равно перевес довольно существенный в сторону GT Neo 2. По процессорной части, по графике, по памяти. И, ну, кстати, по UX не такой большой перевес. Хотя все, ну, опять же, все в районе 20-25%, ребятушки. В общем, пока что в синтетике все очень и очень вкусно. Мне кажется, в реальных боевых условиях аппарат тоже должен себя показать на достойном уровне. Но забегать наперед не будем, потому что все, разумеется, я говорил уже неоднократно. Надо тестировать в реальных боевых условиях, так сказать, в играх. Потому что синтетика это синтетика. Ладно, дорогие друзья, давайте-ка дружненько, гуртом наберем 1111 лайков под этим роликом. Я думаю, это не составит большого труда. И отправляю нашего героя на реальный большой тест игр по нашим традициям, по канонам жанра с FPS, с нагревом, с троттлинг-забегами. В общем, устроим ему тотальную жесткую прожарку и выведем его, так сказать, на чистую воду, если ему и есть что от нас скрывать. Так что прожимаем большие пальцы вверх и пишем одобряющие комментарии. Так, 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 дорогой герой, чем же ты нас теперь постараешься удивить? Но пришло время звука, а значит, небольшой ложки дегтя, ребят. Потому что наш герой обладает только одним динамиком громкоговорителя. Вот тут у нас ничего нет, ну и в качестве второго у нас не выступает разговорный, так что довольствуемся только одним динамиком. Вот тут и подкралась небольшая засада, небольшая, потому что я уже немного послушал все аппараты. В целом могу сказать, что, опять же, для своего ценника звук тут вполне себе норм. Который мне удивил, не вызвал дикий восторг, но при всем при этом звучит смартфончик вполне себе адекватно. Так, давайте-ка запустим какой-нибудь рандомный трек. Ладно, сейчас попаду опять уже на который тысячу раз играл, но все равно, погнали. Громкость, вау, кишем. Слушаем. Ну, после аппаратов со стерео уже, конечно, как я сказал, не впечатляет ничем. Вау-эффекта нет, но привычный такой классический звук. Но громкий. Кстати, внизу даже есть, но не так много хотелось бы опять же. Да не, нормально, адекватно, просто нормальное звучание за свои деньги. Хотелось бы, конечно, стерео. Вот, ребятушки, добрались мы и до камер нашего сегодняшнего героя. Итак, Realme Q3 оснащается 16-мегапиксельной фронталкой прямиком в дисплее. Ну и остальные камеры у нас идет 48-мегапиксельный сенсор, 2-мегапиксельный датчик для эффекта красивого боке, портретный режим. Ну и, собственно, 2-мегапиксельный макро, то бишь основная камера и две полузатычки. Что хочу сказать, ну, я не жду от него каких-то супер-топ фотовозможностей. Опять же, все по цене и не более того. То есть, выше головы он в плане фото, конечно же, не прыгнет. Но тут же я советую вам поставить порт Google Camera, и тогда камера тут действительно будет очень и очень хорошей. Так, переходим сюда. Единственное, что нет ширика и оптического зума. Так, ну тут все до боли знакомо. Есть цифровое увеличение до 5 крат, режим HDR, эффекты, искусственный интеллект, дополнительные настройки фотосъемки. Переходим в настройки видео и смотрим, что у нас тут есть. У нас есть система суперстабилизации, но работает она только в Full HD разрешении. Кстати, а он может писать в 4К? Да, 4К 30 кадров в секунду. Full HD 60 и 720, тоже, скорее всего, 60 он может писать. Также у нас есть дополнительные настройки, звук затвора там и так далее. В общем, не особо они и интересные. Есть ночной режим, Pro ночной режим, это лучше использовать со штатива. Портретный, 48 мегапикселей. Вот тут будет максимальная детализация. Если же фотографировать отсюда, то будет стандартный 12 мегапикселей. Есть папочка еще, где у нас, собственно, скрываются и все остальные режимы. Макро, сканер документов, Pro, фильм, панорама и так далее. В общем, в целом, по настройкам тут вполне себе все адекватно. Единственное, вот эту ретушь, ерунду лучше убрать сразу же. Так, в общем, выходим на улицу, берем его ближайших конкурентов за пазуху и посмотрим, что же он нам покажет в действительности. Тест записи видеокамеры смартфона Realme Q3s. Запись ведется в максимальном 4К разрешении. Это 4К, у нас получается 30 кадров в секунду. Активированы все возможные настройки для видеосъемки. И, ребят, у нас, походу, тут есть система стабилизации. Идем обычным прогулочным шагом. Смартфон держу на единственной вытянутой руке. Вторая вот вам машет, передает привет. И, в целом, вроде как, картинка получается довольно-таки плавной. Но для того, чтобы проэкспериментировать, давайте немножко пробежимся. Если я не лясность, потому что тут дико скользко. Так, бежим. Блин, жалко со стороны это не снял. Так, давайте попрыгаем. Раз, два, три. Вот так у нас отработал стоп. Так, ладно, хватит на сегодня экстрима. В общем, ребятки, сейчас запись ведется уже на фронтальную камеру нашего сегодняшнего героя. И тут максимальное разрешение получается в Full HD 30 кадров в секунду. Если хотим активировать систему стабилизации, то нужно включить соответствующий пункт вот тут внизу. Немного изменится угол захвата изображения, но у нас должен сейчас появиться стап. В общем, переключаемся, смотрим. Так, все, активировал систему стабилизации. Ну и, собственно, как я уже сказал, угол захвата изображения немножечко стал меньше, потому что стаб у нас используется электронный. Но зато теперь картинка действительно плавная. Можно снимать с рук. Вот сейчас вытянутая рука максимальная. И в целом, ну, не скажу, что прям сильно узкий угол захвата изображения. Стал все вполне себе адекватно. Также качество записи видео у нас осталось в Full HD. Ну, а кадровочка 30 кадров в секунду. Ну, и вот так у нас снимает передняя камера Realme Q3s. Ну что ж, мои дорогие друзья, на этой ноте, я думаю, мы будем закругляться. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить свой большой палец вверх. Подписываемся на канал, прожимаем колокольчики, чтобы не пропускать новые ролики. А также посещаем мою группу ВКонтакте и мой Инстаграм. Там я публикую фотосессии этих красавцев смартфонов. А также там проводятся голосования за следующие интересные девайсы для обзоров. Всем, ребят, огромнейшее спасибо за внимание и поддержку. Ну и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok